2 июля исполняется 30 лет со дня самой крупной авиакатастрофы, которая когда-либо происходила на территории нашей республики. Ту-134, вылетевший из Воркуты с дозаправкой в Сыктывкаре, спустя несколько минут после взлета совершил аварийную посадку на лес, где-то в районе Визинге. Его останки до сих пор покоятся на месте, а о случившемся напоминают и обрубленные верхушки деревьев. Причиной пожара стало грубейшее нарушение правил перевозки багажа. Называется даже некий болгарин с бензопилой «Дружба», в которой и произошло короткое замыкание. Трагедия унесла жизни 54-х человек, выжило 38. Пилоты, несомненно, сделали все, чтобы минимизировать масштабы. Вот только в далеком 86-м героями их никто не объявил. Может, потому что свои жизни они сохранили? Егор Ильченко напомнит, как это было. 2 июля 1986 года. Ту-134 следует по маршруту Воркута-Сыктывкар-Москва. Свободных мест в салоне почти нет. Время отпусков, поэтому многие летят на юг. В столице Коми, куда самолет приземляется, дабы взять на борт еще 5 человек, температура совсем не июльская. Всего плюс 4 градуса. Тут еще и проливной дождь, десятибальная облачность и горизонтальная видимость не более 6 километров. Теперь в самолете ни одного свободного кресла. 86 пассажиров и 6 членов экипажа. К слову, изначально никакой посадки в Сыктывкаре не предполагалось. При наличии каких-то транзитных пассажиров, возможно, да, при наличии свободных мест, а тем более самолет пролетал, ну, следовал через базовый аэропорт, такое допускалось, вот эта дополнительная посадка. Спустя 48 минут самолет вновь взмывает в небо. После того, как удается достичь кромки облаков, экипаж собирается взять курс на Котлас, Вологду и Москву. Но буквально через 10 минут после взлета случается непредвиденное. В том, что багажный отсек задымлен, первым убедился бортмеханик. Но командир экипажа Владимир Дубровский решил лично оценить масштабы. В это время самолет продолжает удаляться от аэропорта. Спустя какое-то время Дубровский вернулся в кабину, молча сел, пристегнулся и начал разворачивать крылатую машину, при этом аварийно снижаясь. Если он на удалении где-то 170, он пошел левым разворотом, это он за 50 километров грубо потерял где-то 5-6 тысяч метров, даже если не больше. Поначалу резервным аэродромом для падающего самолета должна была стать трасса Сыктывкар-Визинга. К этому моменту ее уже полностью расчистили от транспорта. Лайнеру оставалось только выбрать правильный курс и не промахнуться. Практически 17 минут тушка летает над лесом в поисках оптимального места для посадки. Но самое страшное в этот момент происходит внутри салона. Подавить огонь не удается, из-за облаков земли практически не видно. В это время копоть и гарь уже проникают в пилотскую кабину. Летчики постоянно меняют курс в надежде отыскать дорогу, просеку или поляну. Безрезультатно. В 10.27 ровно через 33 минуты после начала полета и через 9 минут после получения сигнала о пожаре самолет садится в тайгу в районе Копсы Сысольского района. Сначала разрушились шасси, механизация от удара землю. Скорость уменьшилась. От удара отламывается хвост, затем крылья. При этом сразу погибает штурман, находившийся при экстренной посадке не на своем рабочем месте, как того требует инструкция. Со скоростью 350 км в час фюзеляж самолета движется еще 100 с лишним метров. Когда самолет упал, там образовали щели. И там уже такая была неразбериха, что люди начали просто лезть по этим щелям. Там уже, по-моему, не было разницы, дети, не дети, там все подряд лезли. Люди вылезали через служебную дверь переднего багажного отделения, форточку кабины и разломы фюзеляжа. А бортпроводники тем временем помогали выбраться пилотам и бортмеханику, который впоследствии все же скончался от травм. При проливном дожде и холоде кто-то сумел разжечь огонь, чтобы согреться. Только через три часа после жесткой посадки место катастрофы было найдено спасательным вертолетом, а еще через восемь часов выжившие были эвакуированы. Другие командиры говорили, ну что если бы он привез бы, сел бы, да, привез все трупы бы. Там задымлели все бы, на полосе бы все бы, когда, они бы живы остались, командиры, да, второе пилота, да, все на экипаж, то есть, а все бы трупы задымлили. Тут вопрос такой, не знаю. Всего в той авиакатастрофе погибли 45 взрослых, семеро детей и двое членов экипажа. Позже экспертиза установит, что большинство погибших отравились угарным газом, а не погибли в результате столкновения с землей. Таким образом, благодаря действиям в первую очередь командира воздушного судна удалось спасти 38 человек, в том числе 12 детей. Продолжение следует...